Всем привет! С вами Анна. Тема нашего сегодняшнего урока – указательное местоимение английского языка. Для начала давайте вспомним, что такое местоимение. Местоимение – это часть речи, которая указывает на предметы, их признаки или количество, но не называет их. Как в русском языке, так и в английском выделяются различные типы местоимений, например, личные, притяжательные, возвратные и прочее. Сегодня мы поговорим об указательных местоимениях. В английском языке к указательным местоимениям относятся следующие. Указательные местоимения могут относиться к предметам, находящимся рядом. Например, Или же указывать на предметы, которые находятся на некотором расстоянии от говорящего. Например, Местоимение относится к единственному числу. Например, Мне нравится это платье. Я хочу купить его. Тот дом очень красивый. Кто там живет? Местоимение These, Those Относится ко множественному числу. Например, Эти книги мои. Покажите мне те картины, пожалуйста. Хочу обратить ваше внимание на то, что если вы используете указательные местоимения с существительными, артикль перед существительными уже не ставится. Указательные местоимения описывают не только близость в пространстве, но и во времени. Например, Местоимение This Обозначает момент разговора или текущий отрезок времени. This spring is so rainy. Эта весна такая дождливая. That Описывает время в прошлом или будущем. What did they wear in Paris that spring? Что носили в Париже той весной? Указательное местоимение Such Переводится как Такой Таковой Оно употребляется существительными в единственном и множественном числе. Например, Why don't all Japanese restaurants serve such delicious food? Почему не все японские рестораны подают такую вкуснятину? Указательное местоимение Same Имеет значение Тот же самый Такой же Перед ним всегда ставится определенный артикль He was at the same performance in New York Он был на том же шоу в Нью-Йорке Итак, Что мы сегодня узнали? В английском языке Шесть указательных местоимений Вот они This That These Those Such The same Они указывают на лицо, предмет Или их признаки И служат для выделения их среди других лиц, предметов и признаков. На сегодня все. Надеюсь, мой урок был полезен для вас. До новых встреч! Пока-пока!